Добрый вечер! Вас приветствует информационная служба Первого Балтийского канала. Сегодня в программе «Литовское время». В Литве предлагают узаконить гражданский брак. Нового введения коснется и однополых союзов. Торпедировать экономику Литвы может Швеция, как кризис Скандинавии может отразиться на стране. Без виз в Белоруссию, как туристы из Литвы опустошают торговые полки в соседней стране. Знаменитый парад судов в Клайпеде прирос речным фестивалем. Жители продемонстрировали необычные приспособления для плавания. И теперь подробнее о событиях дня. В этом году Литва будет соответствовать требованиям Пакта о стабильности роста и строгой фискальной дисциплины. Другими словами, экономика страны признана Еврокомиссией ответственной, несмотря на дефицит выше, чем требует Брюссель у членов Евросоюза. Почему к Литве такое благосклонное расположение – в нашем материале. Еврокомиссия разрешила сделать для Литвы исключение из-за осуществления реформы социальной модели. В связи с чем дефицит общественных финансов в этом году составит 0,4% от ВВП. Если учитывать издержки реформ, бюджет общественных финансов, как и в 2016 году, был бы профицитным. Напомним, ранее в Брюсселе скептически относились к объяснениям Вигнюса, почему прогнозируется дефицит выше, чем позволительно общими правилами. Министерство финансов настаивало – мы не занимаемся бессмысленными растратами, а проводим серьезные структурные реформы, из-за чего и издержки выше. И вот Еврокомиссия согласилась – осуществление социальной модели и новый трудовой кодекс окажут положительное влияние на экономику и финансы нашей страны. Правда, милость Брюсселя с оговорками. Еврокомиссия пообещала внимательно следить, как эта реформа будет осуществляться. «Гражданский брак узаконят» – такая инициатива оппозиционных либералов в парламенте уже на стадии сбора подписей. Речь идет не только о традиционных отношениях мужчин и женщин, ведущих совместное хозяйство, но и однополых партнеров. Как это должно будет работать, если закон примут, сегодня рассказали сами авторы идеи. Жить вместе, вести совместное хозяйство, расти детей, но без зарегистрированных отношений. Гражданский брак в современной Литве – явление распространенное и отнюдь не новинка. Молодежь, да и не только молодежь, предпочитают не регистрировать свои отношения в ЗАГСе. Некоторые не видят в этом смысла. Кто-то относится к официальному браку с улыбкой, подчеркивая, а что эта бумажка решает. А есть пары с детьми, проживающие вместе несколько десятков лет, называющие себя другом и подругой по жизни. Либералы решили позаботиться о таких сожителях и узаконить их отношения. Около 100 тысяч пар, проживающих в Литве, живут в партнерских отношениях. Каждый третий ребенок рождается вне брака. Мы замечаем, что в последнее время число таких сожителей растет. Поэтому предлагаем узаконить партнерские отношения. Отмечу, что этот проект не дискриминирующий. Это означает, что поправки в гражданский кодекс также будут касаться однополого партнерства. Если идею политиков поддержит парламент, то у всех без исключения появится шанс официально стать парами. Только как это сделать? Мы предлагаем фиксировать партнерский статус двумя способами. Первый – у нотариуса оставить партнерский договор. И второй – партнерские отношения начинаются тогда, когда сожители проживают вместе не один год. Например, люди проживают более пяти лет под одной крышей. И вдруг решили расстаться. С помощью поправки они могут обратиться в суд, и все вопросы, касающиеся раздела имущества, вопроса детей, могут разрешиться. Только пока не ясно, как доказать суду, что пара прожила вместе год или пять лет. Пока новая мысль либералов находится на стадии сбора подписей, после она достигнет зала заседаний Сейма. А там уже можно будет понять, кто из политиков придерживается старых традиций, а кто на мир смотрит другими глазами. Кстати, Литва в плане отношения к однополым бракам находится в конце списка европейских стран. Все ими в настоящий момент зарегистрирована еще одна поправка к Гражданскому кодексу. В ней говорится о полном запрете на партнерские отношения. Только ЗАГС. В нашей стране действуют три крупных коммерческих банка со шведским капиталом, поэтому не случайно внимание литовских аналитиков приковано к так называемому пузырю недвижимого имущества, который в геометрической прогрессии раздувается на рынке Швеции. При резком падении цен на жилье у северного соседа горят негативные последствия как в самих странах скандинавского региона, так и в странах Балтии, считают специалисты. Если случится кризис, то дочки шведских банков в Литве будут спасать материнскую страну, закрутив гайки кредитования. Как выяснилось, за последние 12 лет стоимость рынка недвижимости в Швеции увеличилась вдвое и продолжает расти. Факторы, которые способствуют росту, безусловно, это иммиграция. За последние несколько лет иммиграция в Швецию возросла в разы. И потребность нового жилья, она тоже, соответственно, возрастает. Если разогретый рынок шведского жилья лопнет, возможно ли повторение недавнего кризиса, когда небывалый кредитный бум и взлетевшие цены на недвижимость рухнули увлекаемые крахом мировой финансовой системы? Поскольку наша банковская среда очень тесно связана с скандинавскими странами, то определенное сужение финансирования на большие проекты, конечно, возможно. Просто определенные страхи, определенные настроения ожидания, они уже включаются. Ну и второй канал, по которому возможен перетек такого, скажем, волнения на литовский рынок, это не только банковский сектор, но и состояние инвестиций. И поскольку инвестиции в недвижимость в Литве, скажем, в новые здания, они тоже зачастую идут из скандинавских стран. Наблюдая за тем, что происходит на рынке недвижимости за пределами Литвы, можно увидеть определенные показатели для беспокойства. Может и раскоряющийся шведский рынок. Но нужно учесть тот факт, что рынок Швеции в целом не очень большой. Возможно, может ухудшиться политика кредитования скандинавскими банками и будет сложнее взять кредит. А это может повлиять на активность рынка недвижимости и может уменьшиться количество сделок. Десять лет назад банковский сектор столкнулся с большими проблемами, а их негативные последствия мы ощутили на себе. Но если говорить о небольшой группе скандинавских банков, отмечает эксперт, трудно представить, что они вызовут серьезные глобальные проблемы. Когда обанкротилось несколько крупнейших мировых банков во время кризиса, эффект от этого мы видели. Если такое случится в Швеции, то это не будет являться особым случаем, потому что банки банкротятся и в Италии, и в Греции, и до сих пор банки разоряются. Но это не привело к глобальным посредствиям. Если что-то произойдет в Швеции, то это скорее будут проблемы местного значения, и они не перекинутся на соседние рынки так, как это было в последний кризис. Тем не менее, как сообщают мировые информагентства, рынок недвижимости Швеции находится среди самых рискованных в мировой десятке с возможной коррекцией цен. Падение рынка не создаст планетарного кризиса, но поскольку в Литве балом правит в основном скандинавский капитал, на нас это неизбежно отразится, соглашаются эксперты. Андрей Танин, Аудрис Андреяускас, Первый Балтийский канал. Безвизовый режим в районе Гродно и Августовского канала действует с октября прошлого года. Он был введен для привлечения в Западную Беларусь польских и литовских туристов. К началу нынешнего сезона поток автобусных туров действительно наладился, однако большинство интересуется не памятниками старины, а магазинами. В Гродно без визы. Такую услугу уже освоили многие туроператоры по обе стороны от границы. Так называемый ваучер плюс страховка обходятся от 5 до 15 евро. Группе – дешевле. И обязательно список экскурсий. По нему турист узнает, что посмотреть в старом городе. Вплоть до перечня фирменных магазинов. Очень практично. На все формальности – сутки. Час-другой на границе, и турист потянулся в такую близкую и далекую Белоруссию. По автомобилям это заметно, да, что появляются автомобили много, да, с литовскими номерами. Больше их я вижу на улице Советской. Я чуть определяю литовский язык, да. И также в огромных центрах они вот здесь, в Алтите, находятся, либо Алми, которые также есть в городе Гродно. Для супермаркетов шопинг-туры – как палочка-выручалочка. Откуда знает турист, что сколько стоит в других местах. Ищут товар по знакомым с детства названием, чьим-то рекомендациям и просто из любопытства берут на пробу. В большинстве магазинов учли запросы туристов и увеличили ассортимент востребованных товаров. Молочная продукция интересует, алкоголь интересует, слабый алкоголь, пиво, в основном там литское пиво. Белорусская косметика, белита их очень, им нравится качество белита. Мы даже отдельные отделы сделали, чтобы они быстренько увидели какой-то белорусского производителя и сделали максимально быстро свой выбор, потому что у них время ограничено. Время в таком шопинг-туре действительно на вес золота. Выехав за темно, нужно успеть обижать фирменные магазины плюс продуктовый, а после обеда – домой, чтобы не тратиться на ночлег. Удача, если успел передохнуть за чашечкой кофе. Местные жители к туристам Запада благосклонны. Даже хотели бы, чтобы их было побольше. Сейчас мы ехали сюда, в Алт-Сити, и видели автобус с литовскими номерами. И это плохо или хорошо? Конечно, хорошо. У нас такой красивый город, и это приятно, когда приезжают туристы. Я один раз видел много людей, и там участились в экскурсии. Это плохо или хорошо? Вам не мешает? Что приезжают? Главное, чтобы травку не привозили. Не очень, честно говоря. Хотя по отзывам сослуживцев, коллег, говорят, что наоборот. Увеличился наплыв, особенно, в частности, что касается Алт-Сити, здесь часто бывает. В аптеке популярностью, по-моему, пользуются. Ну что ж, музей фармацевтики наряду со старым замком и синагогой входят в программу осмотра старого города Гродно. Есть здесь действительно что посмотреть и чему подивиться. Сервис гораздо дешевле западного. Можно позволить себе семейный обед в ресторане на берегу красавца Немана. Правда, вчерашнее происшествие может уменьшить список памятников архитектуры и одновременно сократить ассортимент популярных товаров. Старинный пивной завод в самом центре сгорел в разгар воскресного дня. Но кафе и палатки, фонтаны и парки, широкие улицы и подзабытые символы общего прошлого по-прежнему ждут наплыва литовских и польских туристов. И Советская площадь вполне готова к роли Манмартра. Наталья Ковришова, Гродно, Первый Балтийский канал. Но не только в Белоруссию ездят наши соотечественники. Польская статистическая служба огласила данные о том, сколько денег население оставило в супермаркетах соседней страны. Оказалось, поток литовцев в прошлом году только увеличивался, а выручка сопоставима с доходами полноценной сети супермаркетов в самой Литве. 1 миллиард 380 тысяч золотых или 330 тысяч евро. Столько денег жители Литвы оставили в прошлом году в польских супермаркетах. Поток увеличился почти на 4%. Всего граждане Литвы посетили Порше в 2016 году 5,5 миллионов раз. Две Литвы, если бы каждый житель, включая пенсионеров и младенцев, посетил соседнюю страну. Соответственно, столько недополучили торговые предприятия нашей страны. И госбюджет за счет налогов. В летний сезон открывается прямой рейс из Вильнюса в Санкт-Петербург. Российская авиакомпания «Руслайн» с сегодняшнего дня начала курсировать по маршруту Вильнюс-Санкт-Петербург. Пока пять раз в неделю, но в будущем, в зависимости от успеха и загрузки, планируют добавить еще один рейс. Это уже шестой новый прямой рейс в этом году. Другие авиакомпании стали летать из Паланги в Глазго, из Каунаса в Няполь, из столицы в Мюнхен, Париж и Гетеборг. Центр исследования иудаизма открылся сегодня в Национальной библиотеке имени Мажвидаса. Его цель – объединить все научные и просветительские программы еврейского наследия в Литве. Открытый для просветительского общения Центр исследования иудаизма ориентирован на распространение документов культурной жизни региональной еврейской общины, в том числе в зарубежных изданиях и социальных сетях. В Литве накоплен уникальный и богатейший материал, который должен быть подан в современных изданиях, говорят создатели Центра во главе с директором Ларисой Лемпертеня. Первая из представленных экспозиций посвящена Первой еврейской публичной библиотеке, открытой в 1902 году меценатом Матосом Сташуносом, который родился два века назад. Завтра программу продолжит лекция об уникальности еврейского Вильнюса. В дальнейшем Центр надеется восстановить содержимое довоенной коллекции всех документальных архивов литваков. Архитекторы представили концепцию национального концертного зала и народного дома. Этот объект в Вильнюсе в перспективе собираются строить в любом случае. Однако авторы концепции уверены, что он должен появиться на горе Таурус на месте заброшенного дворца профсоюзов. Построенный в 60-х годах прошлого века дом профсоюзов, как известно, занимает одно из самых лакомых мест в самом центре Вильнюса. А еще и заброшенный. Пока идут суды и спорят с бывшими собственниками, группа архитекторов предложила свою концепцию, что должно появиться на стратегическом месте в столице. Вот такой концертный зал на 1500 мест. Подъезд к залу на подземном эскалаторе, многоуровневые подземные места для парковки, террасы для отдыха, кафе, рестораны и прочие дизайнерские решения. Пока это только планы. Прошлые собственники просят за сегодняшнее заброшенное здание 11 миллионов евро. И последнее на сегодня. Сразу несколько крупных мероприятий на взморе дали старт летнему сезону. Тысячи клайпичан участвовали в благотворительном марафоне, стартовал проект «Историческими путями Клайпеды». Поздравить жителей с приближающимся летом вышли даже корабли. Клайпеда – единственный морской порт Литвы, поэтому такие мероприятия возможны только тут. Парад судов проводится уже восьмой год подряд. Цель мероприятия – показать единство человека и моря, моряков и людей, трудящихся на берегу. Ну и, конечно, просто развлечься. В этом году организаторы мероприятия решили, что ограничиваться морскими кораблями и яхтами не стоит. Участвовать в собственном речном параде смогли все желающие. И на любых плавательных средствах. Расширить территорию этого праздника и проводить парад не только на заливе, но и на реке было давней нашей мечтой. И вот она совершилась. Около ста плавательных средств, лодки, шлюпки, канои, плоты, плавательные доски прошли в своем параде. Это нравится публике. И, надеюсь, в следующем году речной парад будет более красочным. На празднике нашлось место для всех. Любители прошлого на специальных экскурсиях смогли познакомиться со страницами истории портового города. Музыканты делились своим творчеством прямо на улицах. Ну а дети смогли почувствовать себя капитанами собственных кораблей. Кульминацией же праздника стал ночной парад судов. Он начался с танца портовых тягачей. После этого представления около 50 больших и малых кораблей на радость публике в лучах закатного солнца прошлись до ворот порта. Завершился парад праздничным фейерверком. Ну а на следующее утро отдохнувшим на параде судов и получившим свою дозу зрелищ клайпичанам было предложено поделиться хорошим настроением на традиционном забеге надежды в благотворительном марафоне, цель которого собрать средства для нужд Клайпинского центра духовной помощи онкобольным. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал. Выпуск новостей завершен после прогноза погоды в эфире программы «Еврология. Балтийский путь», после которой смотрите многосерийный фильм «Ложь во спасение». Приятного вечера с Первым Балтийским каналом. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова